Всем привет! Продолжаем гулять, смотреть достопримечательности мира. Сегодня мы у нашего соседа, Питерского, Швеция. Памятнику Барону Йонсу Якобу Берцелиусу, шведскому химику. Члену Шведской Академии Наук, с 1810 года ее президент, а с 1818 года секретарь. Вел современные символы химических элементов, открыл цели, селен, торий, развил электрохимическую теорию, предложил термины аватропия, измерия. Надеюсь, я правильно произношу эти химические термины. Катались. Ну и другие. Родился в семье директора школы в 1779 году. Увлекся химией только в 20-летнем возрасте. По окончании гимназии поступил в Упсельский университет, затем получил степень доктора медицины, занял должность адъюнкта медицины и формации в медицинской высшей школе в Стокгольме. В 1807 году стал профессором этой высшей школы, а с 1810 профессором химии и формации Каролинского института. Определил атомные массы, 46 элементов, установил процентный состав около 2000 соединений. Результаты Берцелиуса были во многих случаях близки к современным, с его работами по атомистике, так называется, наука, связанная в введении простой и понятной системы химических символов. Систематически исследовал элементный состав органических соединений, вывел формулы уксусной, янтарной, винной и других кислот. Ну, в общем, грубо говоря, был химиком, получил в лабораторных условиях, кстати, карбид кремния. В 1836 году его наградили медалью Копли Лондонское королевское общество. Женился на 24-летней Йогане Элизабет, 55 лет, дочери своего старинного друга Попиуса, государственного канцлера Швеции. Брак был их счастлив, но, к сожалению, детей не было. Вот примерно и все о Берцеллиусе. Умер он в Стокгольме 7 августа 1848 года. Похоронен на маленьком кладбище в Стокгольме. В 1835 году Международный астрономический союз присвоил имя Берцеллиуса к кратеру на видимой стороне Луны. Парк, который стоит в памятнике, имел несколько названий. Сначала был Ниброскварен, а затем Берзелис Лунд, который вскоре был изменен на Берзели парк. Ну вот, наверное, и все, что можно сказать об этом памятнике, что я нашел. Ну и еще можно сказать парк, которого стоит эта память. Поретирован ландшафтным архитектором Кнутом Форсбергом. А сам памятник разработан Карлом Варнстремом. Вот такая фамилия шведская. Надеюсь, я правильно произнес. Памятник якобы Берцеллиусу, который был открыт в 1858 году в Стокгольме. Все, пока-пока, до свидания.